Это заседание России. Российская Академия Наук. Здесь, по идее, собрались лучшие отечественные ученые. Но есть одна проблема. Большинство академиков в России за 70. Если в ближайшие 10 лет медицина не научится возвращать людям молодость, есть опасность, что Российская Академия Наук просто опустеет. Только когда же мы перестанем стареть? И как мы сможем оставаться молодыми, сохраняя физическую и умственную активность столько, сколько пожелаем? Ни один человек в мире не умирает от старости. Всегда существует конкретная причина смерти – инфаркт, инсульт, рак. Но вероятность стать жертвой любого из этих заболеваний стремительно растет с каждым прожитым годом. До своего следующего дня рождения доживут 99% 50-летних и только 60% тех, кому исполнилось 100 лет. Старение начинается с мельчайших ошибок в работе клеток. Случайное повреждение в единственной молекуле может вызвать гибель сразу многих клеток. И чем больше таких нарушений происходит, тем труднее оставшимся клеткам справляться со своей работой. И тем выше вероятность новых ошибок. Старение распространяется по организму как лесной пожар, начавшийся из-за единственного тлеющего окурка и разрушает одну функцию за другой. А дальше для истлевшего тела достаточно небольшого толчка, единственного вируса, единственной раковой клетки, чтобы случилась катастрофа и человек рухнул, словно выгоревшее изнутри дерева. Но нет никакого непобедимого закона природы, который обязывал бы живых существ стареть так быстро. Примитивные морские беспозвоночные наращивают свое тело тысячелетиями. Некоторые северные моллюски живут по 400 лет. Но и более близкие наши родственники – рыбы, черепахи и даже киты – могут жить больше 200 лет. Так почему же человек, самое разумное из животных, до сих пор не смог добиться хотя бы такого же успеха? А лучше превзойти их рекорды. Пора признать, старение – это болезнь, и именно ее необходимо победить. Сегодня мы вкладываем миллиарды долларов в лечение инфарктов, инсультов и рака, а ведь молодой здоровый организм способен предотвратить их сам, и нужно бороться с причиной, а не с последствием. Ученые уже могут продлевать в два раза жизнь лабораторных мышей, но когда мы, наконец, научимся продлевать собственную жизнь? Возможно ли вечная молодость? И сможем ли мы достичь ее уже в этом столетии? В конце программы мы поймем, когда человек сможет и в 100, и в 150 лет выглядеть как в 30. А пока давайте узнаем, как можно сохранить молодость уже сегодня. И мои первые гости – геронтолог, специалист по старению Владимир Ховенсон и известная российская спортсменка Анна Альминова. Анна, вы как женщина и как спортсменка, умеющая побеждать, верите в то, что старение когда-то будет побеждено? Мне бы очень хотелось, чтобы действительно когда-нибудь вы могли продлевать свою жизнь. И, ну, стать бессмертными, наверное, нам не суждено, но продлить свою жизнь, я уверена, можно. Владимир, а у тех, кто профессионально занимается старением, какое отношение к этому вопросу? Даже в Библии написано, что Бог дал человеку 120 лет. И когда я спросил одного из богословов, благоугодно ли это дело продлевать жизнь, он сказал, да, в пределах отпущенного Богом или природой. Поэтому на данном уровне, на данном этапе знаний, которые накопило человечество, речь о бессмертии, конечно, не может. А вот увеличение ресурсов в недеятельности в пределах 40%, это уже реально сегодня. Сколько вам самому лет и какие методы вы сами используете? Всё ли вы применяете? Да. Я вообще-то его возраст выскрываю, особенно когда в присутствии девушек красивых. Да. Вообще мне 65 лет. 65 лет. Испомнилось. В течение 15 лет я применяю комплекс пептидных биорегуляторов два раза в год ежегодно. Ну, вот, знаете, если определить человека возраст, надо его раздеть. Посмотрите, его талию, его мышцы. Вот если меня раздеть, ну, я думаю, лет 45 я потяну вполне. Что такое пептиды? Пептиды? Да, зрители, объясните. Объясню. Вот это вот белок большой. Состоит из аминокислот. Ну, скажем, там, сотни, там, тысяч аминокислот. А маленький, маленькая часть, короткий белок, называется пептид. И вот комплекс этих четырех пептидов, четырех пептидов, то, что принимает наша олимпийская сборная по художественной гимнастике, именно этот комплекс и дал тот результат из девяти золотых медалей, восемь получила наша сборная. Ну, это, по сути, некая легкая генномодификация спортсменов, получается. Я бы сказал, активация. Это не модификация, это активация то, что есть в природе. Я вообще очень удивлена, что до сих пор наша команда не работала и не пробовала эти такие очень волшебные, судя по рассказам, препараты, потому что я думаю, что это бы очень увеличило наши шансы на то, чтобы обыграть команду Америки на предстоящей олимпиаде. В какой степени те методы, которые существуют для увеличения ресурсов организма, нужно применять всем и каждому? Абсолютно. Абсолютно всем. А как же быть с идеей, что организм сам знает, что ему лучше всего нужно, и что природа все создала гармонично и идеально? Это все верно. Только природа не знает о создании новых возможностей, которые достигнуты благодаря интеллектуальному влиянию. Поэтому мы должны помогать природе. Молодильные яблоки, фонтан молодости, живая мертвая вода – люди издавна мечтали о волшебном лекарстве против старости и продолжают мечтать до сих пор. В руках у Ирины прибор, который спасет вас от всех болезней, ну или почти от всех. Так и сказали двое людей, которые постучались в дом москвички и представились медицинскими чиновниками. Я пошла на поводу у боли. В итоге товар был продан за 7900 рублей без чека, без накладной. По словам продавцов, за такую символическую плату импульсный излучатель слабого тока мог старого больного человека вылечить от всего, что только можно. Лечит рематизм, лечит остеохондроз, лечит боль в шее, боль в суставах. Плюс к этому прибор, который снижает вес. После долгих попыток разобраться в принципах действия этого аппарата, Ирина поняла, что контакты, по которым должен идти лечебный топ, просто-напросто отсутствуют в прилагаемых тапочках. Чудодейственных препаратов, которые избавляют от болезней и омолаживают, не с честь. Если зайти в интернет и попросить вечную молодость, то результат не заставит себя долго ждать. Биологически активные добавки, целебная пыль из минералов и даже коктейли с алмазами. Углерод, да, кристаллический алмаз, он что-то станция инертная в организме. Ни с какими органами, тканями и веществами биохимическими в реакцию не вступает, никак не взаимодействует. Ничто шлифовать не может вообще врать, но в сосуде, честно говоря. В составе подобных препаратов присутствует только название минералов, а не активных веществ. Определить настоящий состав таких лекарств невозможно. Также продавцы вечной молодости часто пишут названия растений, которые покупатели заведомо вводят в заблуждение. В частности, такие названия, например, «бессмертник», да, само по себе название «бессмерти». То есть оно как-то ассоциируется у нас, ну, человека такого обывателя с какой-то поджитной жизнью. На самом деле он назван бессмертником, потому что он в сухом букете долго стоит. Ирина, наученная горьким опытом, теперь смотрит не на броские названия, а на совсем другие вещи. И только сейчас понимает, как ее жестоко обманули. Это просто обман. Это очередная дешевая, как бы, проделка производителя. Какие лекарства на самом деле смогут вылечить нас от старости? У меня в гостях директор по развитию инновационной фармацевтической компании Максим Холин. Максим, а какие лекарства вы разрабатываете, которые позволят нам жить молодыми? Мы разрабатываем лекарства против различных заболеваний. Это туберкулез, ВИЧ, рак. Но у нас есть один проект, лекарство, которое будет бороться сразу с несколькими возраст-зависимыми заболеваниями. А чуть менее поликоректное то, что они будут продлять. Средняя и возможная максимальная продолжительность жизни. Не надо сакрализировать старение. Старение – такой же биологический процесс, как и все остальные. Да, он сложный, но его можно регулировать. Например, мышам продлили жизнь в два с половиной раза. Некоторым другим организмам, например, червям, нематодам продлили жизнь в десять раз. Замечательные результаты были достигнуты к помощью, например, ограничения калорий. Это до 50%. Ограничение калорий, как способ воздействия на процессы старения и на общее состояние организма, он доказан практически на десятках видов различных организмов. А на людях? Люди проводили с собой такие эксперименты, зафиксирована нормализация ключевых параметров, такие как сахар в крови, холестерин, давление, вес избыточный. Насколько эта задача сегодня актуальна для фармкомпании в целом? Сейчас растет понимание, что самой правильной стратегией борьбы с возрастозависимыми заболеваниями является борьба со старением. Компании как раз занимаются недостаточно этим вопросом. Я разговаривал с одной из компаний, очень крупных, они сказали, вы знаете, лекарство от старения нас не интересует, оно не будет продаваться с такой скоростью, в таком объеме, например, как Виакра. Должно быть конкретика. И вот сегодня применили, завтра эффект. А что-то у тебя получится через 10 или 20 лет, это очень трудно доказуемо. Максим, какой конкретно механизм вы планируете использовать? То есть что это? Гормоны, пептидная регуляция, какие-то еще молекулы? Прямо сейчас мы ориентируемся на белки, которые ассоциированы с теми генами, модуляция которых приводит к наибольшему продлению жизни у млекопитающих. Если говорить, скажем, о генной модификации человека, насколько это сейчас близко, насколько это реально? Технически, я думаю, да, конечно, это возможно. Вопрос, насколько человечество к этому готово модифицировать себя. Я думаю, в основном вот в этой сфере будут проблемы. Анна, а сколько лет вы лично планируете для себя прожить? Скажем, минимум 100. Но при этом очень важно быть активным. Лежать с инвалидом в 100 лет, конечно, это незавидно. Участи такой жизни я себе не хочу. Заставить весь организм оставаться молодым – программа максимум. Сделать так, чтобы человек выглядел молодо и в пожилом возрасте – задача вполне реальная уже сегодня. И ботокс с пластической хирургией здесь ни при чем. Я выгляжу лучше 23-летних. И с этим не поспоришь. Джеффри Лайф полностью оправдывает свою фамилию. Он весь кипит жизнью, и из тренажерного зала его не выгонишь. Но это сейчас. А 16 лет назад он выглядел вот так. У меня было высокое кровяное давление, диабет, ишемическая болезнь сердца. На 100 бет у Джеффри нашелся свой ответ. Тренажерный зал стал для него вторым домом, и болезни отступили. Но поражает не это. Сейчас этому импозатному мужчине с совершенным телом 73 года. При таком теле и такой известности от поклонниц у него нет отбоя. Я выровнял свой уровень тестостерона. Сексуальной активностью дела у меня обстоят превосходно. Таких, как он, больше нет. Может быть, это и хорошо. Ведь что станет с миром, если все пенсионеры выровняют свою кривую тестостерона, и как будет тяжело себе пробить дорогу молодым? На что способен человеческий дух, поможет ответить мой следующий гость. Легендарная российская гимнастка и политик Светлана Хоркина. Светлана, вы верите, что вот так можно радикально поменяться в преклонном возрасте? Это нормально. Если человек хочет, он может сделать. Потому что настолько у человека много возможностей, и мы просто их не знаем, они скрыты где-то. А все-таки, что проще? Зачем будущее? За личными стараниями человека, который ведет здоровый образ жизни, или за правильными медицинскими процедурами и препаратами? Человек занимается спортом, ходит в тренажерный зал, ну, то есть спорт, физкультура. И потрясающе выглядит. Вы мне покажите пример на таблетках, как вот человеку помогли они, как он помолодел, и как внутри у него вообще содержание от этого всего. С чем я немножечко не согласен со Светланой? То, что дополнение новейших технологий, которые появляются в биологии, в медицине, сегодня появились препараты, биорегуляторы, выделенные из организма, не химические и не гормоны, а вот так называемые пептиды, которые позволяют увеличить ресурс жизнедеятельности организма. Как производится эта лекарта из человека, что ли? Она выделяется из телят. Хорошо из телят, но каждый же человек разный. Поясню. Зелотов, что аминокислоты, из которых эти вещества, они едины во всем мире. В растениях, в мышке, в крысе, в человеке, они одинаковы. Это элементы живой природы, из этого стоит все живое. Замечательно. А когда мы это открыли? А почему, когда я занималась спортом, этого не было? Мы до этого не дошли? Да. Потому что сначала открывают только научное знание о чем-то, потом постепенно, через 20, приходят в практику. А потом вы и в спорт, понимаете? Ну, понятно, да. Сколько мы не довыграли медалей-то золотых, да? Это же безумие. Люди тратят миллиарды на то, чтобы убивать друг друга, и не тратят даже десятую часть для того, чтобы остановиться, стареть, не умирать. Мы победим хотя бы через 10, через 20 вот это отношение людей. А это вопрос маркетинга. Когда все общество начнет думать, либо большая часть, либо активная часть общества начнет думать так же, сформируется социальный запрос на то, чтобы остановить старение. Вы скажите мне, зачем продлять жизнь? Ну, давайте вадим вас, спасибо. Вы проживите достойно то, что вам дано природой. Эффективно для себя самого, для своих близких, для вообще, для народа, для общества. Поговорку «человек живет, сколько на роду написано» ученые перевели на язык рациональной науки. Продолженность жизни в немалой степени определяется генами, то есть наследственностью, но влияние генов все же не стоит преувеличивать. Чтобы живая клетка могла поделиться, она должна удвоить свою ДНК. Но при каждом удвоении концевые участки ДНК, теломеры, немного укорачиваются. Когда ДНК становится слишком короткой, клетка не может больше делиться и умирает. Если эти участки наращивать, то тогда клетка станет бессмертной, она не будет стареть. Действительно, такие клетки уже были известны, это раковые клетки. И теперь клетки иммортализуют, то есть делают бессмертную клетку реальную. Способ наращивать концы ДНК есть. Это делает фермент теломераза. У человека он работает только в эмбриональных, стволовых и раковых клетках. Но если это включить везде, может быть, наше тело будет жить вечно? Казалось бы, если теломеры играют такое решающее значение, значит, хромосома, которая имеет самые короткие теломеры, должна определять нашу продолжительную жизнь. Тоже этого нету. Вот понимаете, это как-то некое такое разочарование. Так что же тогда, если небесконечная жизнь наших клеток может обеспечить нам вечную молодость? Ответа на этот вопрос не знают даже геронтологи. Рецептов существует много, но жизнь от этого длиннее не становится. Мой следующий гость – генетик Алексей Маскалёв. Алексей, если теломеры, если укорачивание хвостов ДНК не столь важно, то тогда где же причина потери молодости? С возрастом происходит снижение устойчивости к стрессам. Каждая клетка в любой момент времени испытывает воздействие тепловых флуктуаций, низирующей радиации, ультрафиолета, свободных радикалов. И в конце концов мы перестаем быть устойчивым к стрессам, и эти стрессы приводят к тому, что мы заболеваем, умираем. Как можно в этот процесс вмешаться? Можно ли вернуть всё назад? Мы можем с помощью создания трансгенных животных, где мы включаем искусственно определенные гены и поддерживаем их активность в течение жизни животного на высоком уровне, продлевать их существенную жизнь. Это гены репарации ДНК, гены восстановления белковых глобал, гены антиоксидантной защиты. Вопрос в том, как это применить к человеку, поскольку генетическое вмешательство в геном человека – это аморально. Ну ничего не аморально, оно же не запрещено, и уже это делается для первых медицинских целей. То есть, в принципе, мы можем найти у человека нужные гены, которые отвечают за ремонт клеточный, эти гены ему включить или усилить, и человек тогда будет гораздо более устойчив к любым повреждениям, к старению. И еще есть вариант понять, почему они выключаются. Я очень хочу, чтобы были открытия научные и продление жизни и качеств. Я за. И хочу, чтобы сегодня ученые тоже себя чувствовали полноценными людьми, которые делают и трудятся для страны нашей. Очень хочу. И надеюсь и верю, что они это придумали. А сами готовы 10 лет для страны трудиться? Если надо будет, я же в страну подаю. Нет, умрете, да? Умрю. Для того, чтобы найти рецепт вечной молодости, действительно нужно не химией заниматься, а что-то позаимствовать и с природой. Может быть, есть где-то секреты какие-то? Я в этом уверен. Если мы посмотрим на млекопитающих, наших ближайших родственников в животном мире, синий кит, он доживает до 211 лет. То есть, он еще и от рака не умирает. Мы просто обязаны секвенировать его геном и сравнить с нашим. В Африке обитают удивительные животные. Говорят, что они практически не стареют. Многие ученые верят, что именно они могут поделиться с нами рецептом вечной молодости. Знакомьтесь, это голые землекопы. Да, эти зверки только и делают, что роют туннели, едят и размножаются. Но им удалось добиться того, о чем человек может только мечтать. Им не нужно носить одежду и бриться. Но самое главное, в пересчете на человеческий возраст они могут жить несколько сотен лет. Как известно, продолжительность жизни млекопитающего пропорциональна его массе. Голый землекоп весит около 30 граммов. Они живут в 10 раз дольше, чем нормальный зверь этой массой. Если бы человек с поправкой на его массу жил так же долго, он мог бы отпраздновать свой 800-й день рождения. Многие ученые объясняют такую продолжительность жизни землекопов строением его клеток. В процессе жизнедеятельности в организме накапливаются поврежденные белки, которые захламляют клетку. Белковый комплекс, который очищает клетки от ненужного мусора, называется протоосома. Он есть у любого млекопитающего, но у голых землекопов его активность в разы больше, чем у остальных. Для ученых загадкой остается не столько секрет долголетия этих зверьков, сколько причина их смерти. У голого землекопа на протяжении всей жизни не меняется состояние тканей и сердечно-сосудистой системы. То есть они умирают молодыми. Ряд ученых полагает, что если мы сможем скопировать клеточные устройства голых землекопов, то жить мы будем на несколько сот лет дольше. Алексей, могут эти очаровательные зверьки раскрыть для нас секрет вечной молодости? Да. И более того, я скажу, что в России обитает не менее интересный объект. Если землекоп весит 30 грамм, живет 30 лет, то в пермских пещерах обитает летучая мышь, начнется Бранта. Она весит 7 грамм, а живет до 41 года. Мы сейчас занимаемся секвенированием генома этого удивительного животного. Мы будем сравнивать землекопа с этой летучей мышью, летучей мышью с человеком, с обычной мышью, и в конце концов поймем, что за гены позволяют отторжить долго. А есть какие-то гипотезы? Как так получается, что клетки внутри вроде бы повреждаются, стареют, но организм, состоящий из них, работает нормально? Это очень интересный вопрос. Более того, ответ на этот вопрос, возможно, позволит нам побороть старение. Но так или иначе... Корень. Уровни старения, их множество. Например, стволовые клетки по своим внутриклеточным механизмам, они практически не должны стареть. У них есть теломеразы, которые достраивают вот эти теломеры, о которых выше говорили. У них есть мощные репарационные механизмы для восстановления ДНК. Но, тем не менее, они живут в окружении обычных легко стареющих клеток. Если мы можем пересаживать стволовые клетки в разные ткани, то с мозгом такая штука не пройдет. И в мозгу надо активировать уже вот эти защитные механизмы собственные. Вадим, как вы видите, в 21 веке развитие технологий и развитие применения этих технологий для восстановления молодости, для ее сохранения? Доведение активной части жизни, ну, энергичной, так скажем, где-то лет до ста. Это реально. Когда это будет? Я думаю, возможно, к концу этого столетия. Нас уже не будет. К концу этого столетия. Как о себе заботиться? Человек постоянно всегда будет бороться с природой, и каждый вызов новой той или иной болезни, человек будет пытаться, конечно, найти ключ к этому замочку, чтобы вот... Вы знаете, я думал, я бы не бороться с природой, а разгадывать. Разгадывать, правильно. План мироздания и приближаться, ну, это не очень так будет звучать, к божественному замыслу. Точно. Совсем скоро мы покажем вам будущее. Убьет ли младенческая кровь всех стариков как класс? И каким образом котята-мутанты помогут нам обрести вечную молодость? Есть, кстати, ученые, которые уверены, что рецепт прост. Спасти может только приток свежей крови. В буквальном смысле. Это не мыши-сиамские близнецы, а надежда геронтологии. Так сотрудники Киевского института геронтологии совместно со Станиславом Холозовым проверяют одну из гипотез старения. Треничное сокровождение – это не какое-то такое несчастье, которое нас постигает. Это закономерный, эволюционный, генетически встроенный в нас процесс. Это вроде бы печальная неизбежность внушает Станиславу не пессимизм, а оптимизм. При сшивании мышей у них объединяется кровотоп. Какое-то время мыши существуют неразлучно, но самое интересное происходит после их разделения. Выяснилось, что среди мышей, которых сшивали со старыми сородичами, выживших оказалось в два раза меньше, чем тех, которые сшивали с молодыми. По мнению Станислава Холозова, это значит, что старые особи послали молодым сигналы старения. Осталось только узнать, что из себя представляют эти сигналы. Когда мы найдем эти вещества, мы сможем их выделить и, соответственно, придумать способы их блокировки. Я думаю, в течение 10 лет появятся уже фармакологические препараты, которые могут, скажем так, в полтора-два раза замедлять скорость старения. Это значит, что в среднем продолжительность жизни составит 130 лет. Это хорошая новость для нас, а вот мышам не позавидуешь. Они вместо нынешних трех будут целых 6 лет терпеть опыт из кулапов. Неужели закон сообщающихся сосудов может быть верен и для живых организмов? У меня в гостях исследователь природной старения Александр Жаворонков. Александр, как подобные эксперименты приближают нас к обретению неограниченной молодости? Вы замещаете собственную кровь на кровь более молодого организма, а может быть, это собственные ваши клетки, вернувшиеся в более раннее состояние. А таким образом вы получаете приток из стволовых клеток, которые потом занимают свои ниши в организме и вас омолаживают. А насколько сложно эту технологию довести до практического применения? Мне кажется, что в ближайшие 10-15 лет технология дойдет до той стадии, когда ее можно будет применять в клинике. Как вы видите, в ближайшие 20 лет в области борьбы со старением, что прежде всего будет происходить? Я думаю, что первые как раз грани антистарения, они лежат в области регенеративной медицины. В клеточных технологиях, в технологиях выращивания искусственных органов, в технологиях спитовых клеток, где мы сможем замещать утраченные клетки новыми или пересаживать органы. Это нам значительно продлит жизнь. Многие люди, живущие сегодня, они, в принципе, смогут жить, может быть, уже 150 лет. Что я хочу, чтобы все-таки то, что вы делаете, было доступно увидеть людям и сделать, поменять себе орган, перелить ту же кровь, чтобы это было доступно как финансово, так и по возможностям по всей России, а не где-то в центре, в мегаполисе. Понимаете, вот в чем еще вопрос. Доскутность... Светлана, надо омолаживать тот мозг, который у нас есть. И здесь необходимы все-таки технологии вмешательства в экспрессию генов, в том числе генов, которые отвечают за... уже эволюции выработались, механизмы починки на молекулярном уровне собственные, они с возрастом выключаются, но они работают очень эффективно в молодости. Благодаря этому мы с вами вот сейчас живым можем разговаривать. Мы будем чувствовать себя в 100-летнем возрасте на 30 лет тогда, когда научатся мозги делать молодыми. Ну, Светлана, давайте вернемся к этому вопросу в 2042 году. Так, сколько мне лет будет? Плюс 30. 63. Нормально. Да? Ладно. Обещайте. Хорошо. Запишите. Главное здесь не стареть. В другой такой суде. Вот я о чем и говорю. Обещаю. Итак, если судить по нашей дискуссии, мир, в котором мы перестанем до их лети стареть, будет выглядеть именно так. В ближайшие 20 лет медицина все еще будет сосредоточена на борьбе с последствиями старения, а не с его причинами. Искусственные органы, успехи фармакологии и клеточной терапии позволят увеличить среднюю продолжительность жизни до 100 лет. Но стареть люди по-прежнему будут. А индустрия вечной молодости в первой десятилетии 21 века будет направлена в основном на внешность. 80-летний человек сможет выглядеть на 40, но он все равно будет чувствовать себя старым. Первым коммерчески успешным проектом по настоящей вечной молодости станут вовсе не лекарства для людей, а генная терапия для котят. В начале 30-х годов в продаже появятся котята, многие годы не превращающиеся в скучных взрослых кошек. И это взорвет рынок. Только убедившись на примере котиков, что вечная молодость возможна, люди массово захотят организовать себе такую же. По-настоящему эффективным средством от старения будет генная инженерия. Еще при зачатии геном человека можно будет поправить так, чтобы белки, останавливающие старение, работали во всем организме на протяжении десятилетий или даже столетий. Генетические лекарства против старения уничтожат косметическую индустрию. На человека, сделавшего себе подтяжку лица, в 2070 году будут смотреть как на неудачника, который не может позволить себе настоящую клеточную молодость кожи. Первым генетически модифицированным нестареющим людям в 2100 году будет еще только по 20-30 лет. И поэтому о том, сколько они проживут, 150 или 500 лет, мы узнаем только в середине тысячелетия. Это была программа «На будущее». Прогнозов много, но мы знаем, как будет. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин